Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Отец, Отец.Нюки, и мы тут завтракаем. Ребята, приятного аппетита! Хором, давайте, приятного аппетита! Ну что, дети, и что же вы расскажете своему папе в это замечательное воскресное утро? Петя, а ты чё, кстати, в школе в форме, а? Запачкаешь ведь? Потому что я хочу в школу. Петя, иди переоденься, блин, заляпаешь, мне там стирать опять. Так, а можно нам деньги карманные? Не хватает денег? Ребята, мы же это уже обсуждали. Кто не работает, тот без карманных денег. И тем более, вам же Рексик и Милана дают каждый день по 100 рублей за Макдональдс. Что, мало что ли? Ещё что ли нужно? Что, мало? Окей, окей, пойдёмте, пойдёмте в Макдональдс. Докушаем, дозавтракаем. У меня есть небольшая идейка. Сейчас, сейчас, я думаю, вам моя идея понравится. О, Стёпа, пойдём с нами, Стёпа. Вик, ты его отпустишь с нами на пару минут? Пожалуйста. Идём, идём, идём. Стёпа, мы его скоро вернём. Ух, ребята, вы как услышите, вы сначала скажете, что фу, фигня идея, а потом как подумаете, согласитесь. Это вот я по-любому, это я смотрю в будущее. Лиза, и ты тоже хочешь? Ладно, нормально. О, много клиентов, замечательно. О, Рекс, Милана, привет, привет. Можно с вами маленько поговорить? Так, сюда, сюда, сюда. Вам работники нужны? Милан, Рекс. Так, заходим, заходим, заходим. Работники нужны? Что, нет? В смысле? В прямом, в прямом. Давайте на кухню зайдём. На кухню, на кухню, на кухню, на кухню. Лучше быть учителем, чем подметать полы в Макдаке. Так, не понял, во-первых, значит, учителя, это уважаемая, замечательная профессия. А во-вторых, чё плохого подметать полы? Это тоже нормальный такой карьерный старт. Так, дети, давайте, чтобы не орать, клиентов не распугивать, маленько поговорим. Так, Рекс, Милана, вам вообще помощь-то нужна? Чтобы они вам помогали тут? Места есть рабочие на кухне? Там, не знаю, посуду помыть, там поднос, подносы разносить, полы, может, еды там со склада натащить. А? По правде говоря, нам тут очень нужны помощники. Замечательно, отлично! Вот они вам помогут, да, дети? Так, Рекс, скажи, или Милана, сколько вы им готовы были бы платить за, получать, за месяц? 25-30 тысяч рублей, ничего себе! 39 даже? Ребята, смотри, мало! Мало? В таком возрасте столько получать? Да это ещё, это просто уникальное предложение, я бы сказал! Не хватит? Мало... Я посмотрю, они тут зажрались вообще. Так, хорошо, хорошо, секундочку, секундочку, не расходимся. У меня ещё одна идея. Так, дети, слушай меня, слушай меня внимательно. А как насчёт вот такого? Вы будете не просто работать, а получите ещё и долю в бизнесе! И через много-много лет она может вырасти до миллионов, представляете? Ну как? До миллионов, прикиньте, доля в Макдаке. Круто, понравилось? Но, но, но вам всё равно придётся работать, вам всё равно придётся работать. Хорошо? О, другое дело, отлично! Так, Милана, Рексик, дайте им, пожалуйста, униформу. Всё, а я пошёл там своим делами заниматься. Всё, дети, молодцы! Поздравляю, вас приняли на работу. Отлично! Видите, ну, конечно, пришлось свои доли пожертвовать, но всё ради детей, чтобы они научились работать нормально. Нормально работать. Так, а у меня там ещё куча-куча дел. Что? Что такое? Опять не понравилось? А можно я продам долю? Мне нужны сейчас просто деньги. Так, слушай, а на что тебе нужны деньги? Скажи-ка, пожалуйста. Ладно, раз так. Бизнес есть бизнес, хорошо. Окей, я согласен. Я продаю тебе твою долю. Но больше 200 тысяч дать не могу. Но со временем она бы выросла до миллионов долларов, прикинь. Что, ты согласна? Но ты же понимаешь, что тебе всё равно придётся работать. Все будут получать долю, а ты будешь получать только зарплату. Ты согласна? Ну ладно, хорошо. Окей, пойдём, сейчас из сейфа достану. Зачем же ей нужны деньги? Саша! Саша! Где Саша? Дети, вы Саш не видели? О, ты уже на работу? Блин, я Сашу потерял. Полина, а ты что, проспала что ли? Сегодня твоя смена вообще-то. Блин, Саша! Где Саша? Так, тут нету. Так, на чердаке. Саша! А куда же она могла деться? Так. Чё там на улице какой-то шум непонятный? Что? Кого там уничтожаешь? Ржай, ты там кого уничтожаешь? Так. Девушка, аккуратно. Отстань, девушки, отстань, девушки. Куда? Это же, может, клиент наш. Ты чё творишь, а? Вот консервная банка агрессивная какая. Девушка, вы чего? Беспрос, надо было позвонить. Там объявление у нас есть на сайте. Давайте. Тысяча извинений. Этот робот просто маленько бешеный. В смысле? Что-то не так? Кто? Так, девушка, можно, пожалуйста, без фокусов? Я... Хорошо, вас зовут Саша, но почему вы думаете, что я должен вас знать? Если что, это вот Стёпа, это Полина, я Нюкем, это вот Бешеный Ржавец, Рексик. Саша? Какая Саша? Стоп. Стоп. Ты утверждаешь, что ты Саша Нюкем? Моя дочка? Эээ, да Ржаяц бы тебя узнал Ржаяц, ну-ка, проверка её Биометрически как-нибудь Давай, давай, нету? Так, Рексик, ну-ка, ты понюхай Милан, тоже понюхай Это точно... Как? Это точно Саша? Нет, 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 а если ты чужие вещи надела, а? Обмазалась там, небось, её духами Ну-ка, 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 сейчас будет тест Сейчас будет тест Сюда идём Идём сюда Сейчас все будем задавать по очереди Саше вопросы Ну-ка, Сашенька Как ты утверждаешь Ответь, пожалуйста, кем ты была Эээ, пару месяцев назад Пару месяцев назад Злодейкой? Ну, а кем? Что ты делала? Как бы что-то умела Ну-ка, назад, назад, по очереди, по очереди Была очень злая Нет, огненная Так, ну это она могла знать по телеку Это даже весь класс знает Не, не, не годится Так, как зовут твоего парня? Валера Так, уже, уже спросили Хм Эээ, стоп, стоп Что же такое спросить, чтобы знал только, только Саша? Ааа, придумал Так, Сашенька Ответь-ка, пожалуйста Где мы с тобой впервые встретились? Ммм, окей Так, ааа, кто убил техника? Ржавец Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Ничего себе! Так, дети, вы опаздываете в Макдональдс. Ну-ка давайте на смену. Давайте, давайте, давайте. Лиза, Полина. Сашенька, на пару слов просто, на пару слов. Сюда, сюда, сюда. Какого хрена без моего спроса так ты поступаешь, а? Почему не сказал ничего? Ты думал, что я... Думаешь, я бы тебя запретил, что ли? А если бы ты к плохому врачу попала? Да я бы сам тебе помог. Ну почему ты меня не спросил ничего? Ну почему ты мне не веришь, Саша? Почему? Ах. Не, ну вроде ничего не отваливается. Повезло тебе. Ладно, пойдём, там завтрак стынет. Охренеть. Охренеть. Фуф, не просто всё это. Давайте, давайте, Петя, Полина, всё, в школу давайте, дуйте. Саша, никто тебя не узнает. Нормально всё будет. Ну, господи. Ну, придёшь ты, как скажешь. Ребята, привет, я новенькая. Меня зовут... Чё-нибудь там другое имя скажешь. И всё нормально. Так как ты же изменила его. Ох, ладно, идём, идём. Сейчас к директору зайдём, чё-нибудь организуем. Блин, Саша, ну вот... Ладно, зато теперь будешь в школу нормально ходить, да? Не грустная. Идём, идём. Сейчас Нюкем договорится. Нюкем всегда договаривается. Так, а как насчёт, если... Петя! Ты чё, расписание, что ли, забыл? Идём, Саша, идём. Быстрее, быстрее, быстрее. И, кстати, какое имя ты хочешь себе придумать новое? Не знаешь? Давай, придумывай срочно. Ну, любой какой-нибудь. Ну, давай, придум... Лера? Хорошо, Лера, пойдём. Лера и Валера. Прям в рифму. Так, ну чё, Лерочка, пойдёмте. Извините, можно? Я папа Нюкем. Здрасте, здрасте. Вот, знакомьтесь, моя новая дочка. Её зовут Лера. И можно ей какой-нибудь класс найти? Дружный какой-нибудь, весёлый. Да, новенькая. Там у неё все учебники есть, тетрадки есть. Ей просто надо учиться. Хорошо, организуете? А ничего, что уже учёбный год начался, и места в этой школе уже нет? Как-то нет. У вас все коридоры там пустые. Ну, давайте. Может, как-нибудь всё-таки можно это устроить? А? Товарищ директор. Ну, как-нибудь. Как-нибудь. Ясно. И сколько же это будет стоить? Пять тысяч? Так, это чё, какой-то Кембридж, что ли? Или там Гарвард? Я чё-то не понял. Ладно, хорошо. Ладно, ладно, ладно. Вот, держите. Ваши пять тысяч за первый месяц. Остальное потом. Всё? Можно идти в новый класс? Ну, давайте. Показывайте, где она теперь будет учиться, наша Лерочка. Первый кабинет? Нифига себе. Блатной. Так, Лера, ну шо? Не Вера, а Лера. Лера. Всё, Лера, давай, заходи. Знакомься. Тук-тук-тук. Заходим. Ну-ка. Здрасте. Это моя дочка. Всем привет. Её зовут Лера. Она будет теперь учиться с вами. Вот, товарищ директор подтвердит. Давайте, давайте. А то мне не поверят же. Здрасте, я новенькая. Меня зовут Лера. Так. Ну, вроде дружелюбно. Вполне себе дружелюбно. Её принимают. Ладно, всё. Не буду им мешать. Пойду, в общем, на улицу. О, звонок. Ну, Рекс, сейчас выйдут. Кстати, ребята, я позвонил Валерию, чтобы он сегодня отпросился с работы. И чтобы он во всём убедился лично. Он же ещё не знает, что Саша стала Лерой. Вот ему будет сюрприз, да? Ну, я думаю, он обрадуется. Так, ну где там мои дети, а? Чё-то они задерживаются уже. О, Петя! Ты чё такой грустный, а? Вот Лерочка наша весёлая. Да ладно, завтра снова будет школа. Завтра снова всё будет круто. Лера, ну, я тебя поздравляю с первым успешным учебным днём. О, у тебя уже друзья появились? Круто, прикольно. Пока, ребята, пока. Всем пока. О, а вот и Валера идёт. Так, Петя, тише, потом объясню. Валера, привет. Знакомься. Валера, сюда иди. Валера, знакомься. Это Лера. Вот такой сюрприз. Ну как, ничего она тебе не напоминает? Никого не напоминает? А? Так, ты чего отходишь? Так, Валера. Видишь, какой он верный, а? Молодец. Валера, на самом деле, это... Милера? Это... Это Саша. Она сделала пластическую операцию. Прикинь? Рекс, подтверди. Рекс, подтверди. Что? Прикольно, да, тернорыжая? И оба глаза есть. О, ты чего? Валера? Валера, ты куда? Это что за приколы? Что? Нет, не, норм... Лера, всё нормально, всё хорошо. Просто он в шоке. Он в шоке, такое надо бывает. Он просто очень рад, но... Нормально это была идея. Ладно, всё, идите в машину. Идите в машину, дома всё обсудим. Ребята, что, реально что ли была плохая идея? Во-первых, это она сама всё сделала. Я исправил ситуацию как только мог. А во-вторых, вы знаете, как это исправить? То Валерии она не понравилась. Так раньше же у него вообще пол лица не было. А сейчас такая симпатичная в очках. Блин, какие у вас ваши мысли? Как всё пофиксить? С вами был я, Отец Ночко Нюкем. Продолжение на втором канале. Всем удачи и до завтра. Пишите в комментарии, всё буду читать. Всем пока.